Из нас каждый мечтает о чём-то. От возвышенного до банального телефона. Кто-то хочет открыть свою фирму, Кто-то жизнь провести у микрофона. Я ведь тоже одна из тех, Кто всё время мечтает о чём-то. Есть мечты не быть кем-то, Не быть серой, унылой, никчёмной. Я хочу быть для мира полезной, Я хочу очень многое знать. Я хочу стать экономистом, Вечерами книги читать, Заниматься тем, что мне нравится, И всегда иметь вдохновение. Научиться быть самой внимательной, Чтобы не упускать те мгновения, Когда выбор стоит предо мной, Что мне сделать, как поступить. Выбирать всегда только правильно, Чтобы шансы не упустить. Один раз уже выбрала верно, Поступила я в нефтегаз. Так вот знайте, что цели, мечты, Ваша жизнь зависит от вас. Ребята, ну давайте уже выбираться отсюда. Да зачем? Я давно хотела собраться с группой. Так недавно собирались. И вы только вспомните, Что там было. Всем привет! Сегодня с вами мы поговорим Про нефтепатии. Ну и как, вам понравилось? Да! Еще раз, не громче! А мне, кстати, тоже. Подумайте, почему? Потому что на этом нефтепатии В первый раз был я. Ну и в общем расскажу такую же историю, Которую встречали все. Мой путь начался с фейс-контроля. Я также приехал на папина парше. Я также, наверное, приехал в его новом костюме. Но я также думал, что меня никто не пропустит. Но когда я показал охраннику свои документы, Он принял меня как родного. Кстати, забыл представиться. Константин Якушев. В клубе со мной случилось очень много интересных историй, Об одной из которых я хотел бы сейчас вам рассказать. Дело было так. Я подходил к барной стойке и увидел там девушку. Ну, словом, спящую красавицу. Другими словами, она просто спала. Ну и вот, и решил ее разбудить такими словами. Привет, ты не спишь, милая? Ответ, который меня потом ожидал, Привел меня в полнейший ступор. Малыш, зло не дремлет. Мне эти три слова, я, конечно, ожидал слышать. Но этого мне вполне хватило. Самое главное в клубе, это, конечно же, люди. То есть вы. Людей у нас в зале полно, и поэтому, наверное, вы все встречали такой тип, Как девушка, обратная эволюция. Приборхала в клуб, как бабочка, а уползла, как кузеница. Да, все, наверное, встречали. Есть такой очень интересный вид. Я его, наверное, встречал раз в пять за этот вечер. Называется «Девушка, а я не пьяная». Девушка, а я не пьяная. Подходит к каждому встречному и говорит, что а я не пьяная. Каждую минуту, каждому незнакомому человеку. Итак, девушка азартная. Участвует во всех конкурсах, даже в конкурсах мукурых маяк. Лежу получить купон на скидку в Киевсе. Честно, я сам такой. Итак, что можно сказать про парней? Мы не такие веселые, как вы, девушки, но мы те еще кадры. Примером может служить общительный. А точнее, наоборот, стеснительный обжора. Он стоит по углам клубов, контролирует всех девушек там же, но ни к одной не подходит. Есть такой очень интересный вид. Я называю его «ярый клаустрофоб». Он предлагает всем выйти и поговорить. Еще такой очень интересный тип. Парень-фокусник. Он показывает всем свои фокусы с фразой «а смотрите, как я умею», заставляет тем самым повторять за ним. К сожалению, таких людей становится меньше, а закатированных больше. Самое главное, что я хотел бы вам сказать. Оставайтесь такими же радостными. Оставайтесь такими же счастливыми. И самое главное для каждого. Оставайтесь самим собой и верьте в свою мечту. Спасибо!